привет друзья забрал посылку с почты сегодня у нас очередная короткая прогулочка и тема будет такая 20 самых популярных приложений которыми я пользуюсь на своих системах практически всех но это достаточно широкая тема и давайте приступим прямо сейчас и так речь конечно будет о в основном о софте который я использую на арчи точнее на форках арчи которые использую у меня это манджара груда оба ран и артикс вот то что сейчас у меня более менее популярна на компах которыми я пользуюсь также это в принципе касается fedora и в которой весь тот же самый софт есть правда скажем так чуть больше ручной установки чуть меньше автоматизации но тем не менее не будем о дистрибутивах сразу приступим перечислять какой софт какой есть классный софт на линуксе которым я пользуюсь каждый день или практически каждый день и так конечно же софт номер один надо немножко уйти подальше от этого сумма я надеюсь вам его не сильно слышно софт номер один для меня это конечно же firefox без firefox а не обходится сегодня практически никакой современный дистрибутив линукса либо он провезде предустановлен в большинстве случаев либо он устанавливается из репозиториев в самом худшем случае нужно подключить внешний репозиторий скачать пакетного обычно он есть обязательно на firefox или firefox а подобные браузеры типа василиска и прочих других браузеров нужно ставить два аддона это просто ну я их всегда ставлю один я очень сильно вам рекомендую я о нем делал отдельное видео это юблок оригинс это блокировщик рекламы которые бережут рекламу как видео так и интерактивную так и баннерную всю рекламу в том числе на ю тубе так что ставьте его обязательно и второй плагин который я всегда оставлю на firefox это dark reader потому что он выбирает белые сайты он не работает не со всеми сайтами с 90 процентом сайтов у него все окей но даже может быть нет наверно 95 или здесь семью процентами сайтов но бывает 5 6 7 процентов сайтов на которых изменение цветовой гаммы все же не идеально корректно происходит или какой-то функционал сайта начинает быть неудобным становиться поэтому если вы такое встречаете то в dark reader есть очень удобная кнопочка отключить его либо глобально либо для конкретного сайта чем я и пользуюсь случае если попадаю на какой-то сайт который ну никак не может работать с темной цветовой гаммы вот естественно после firefox а нельзя не упомянуть chrome как бы кто его не любил если вам сильно не нравится гугловские сервисы слежки то для вас есть прекрасный он google кроме ум и просто хроме он доступны из репозиториев всех арчи подобных дистрибутивов из аура или даже как виде готовых пакетов дальше после браузеров у меня будет такой я не буду сейчас называть другие браузер такие как опера вивальди такие как множество множество других основанных на в основном они на хроме или на firefox основываются есть и консольный браузер типа links и подобные я их не буду называть но они у меня обычно тоже установлены но я их не называю просто потому что я пользуюсь ими чуть реже чем каждый день некоторые иногда открываешь чтобы не что-то сделать например мне нужна чистая сессия с которой я никуда не заходил я тогда могу открыть ту же самую оперу и какие-то несущественные вещи в ней посмотреть в основном конечно я доверяю больше всего firefox если честно ну в общем закроем тема браузеров по факту у меня на ноуте установлено порядка 20 плюс браузеров то есть 24 или 27 но регулярно я пользуюсь двумя-тремя как бы остальные там 20 с плюсом для тестирования сайтов а также для случая когда мне нужны чистые сессии следующее что я хотел бы назвать какие-то две программы я бы хотел назвать это mousepad и гадит mousepad в случае если я пользуюсь xfce у меня большинство случаев xfce гадит если гномом или если я просто установил гадит потому что гадит честно говоря чуть-чуть поприятнее ну то бишь гном и дита вот собственно почему я упоминаете текстовый редактор это потому что у них есть подсветка синтаксиса и вам ну честно говоря если вы только не прямо разработчик такой хардкорный ну вот я в моих случаях мне всегда удобнее держать текстовый редактор открытую консоль рядом чем какую-то ставить большую тяжеловесную айды ешку там для питона или для чего-то еще я в этом не вижу смысла мне достаточно подсветки синтаксиса выравнивания кода возможности в один клик ставите снимать комментарий все это уже отлично подсветка есть как бы текстовый редактор минимальный мало весит работает на любом железе это то что как бы доктор прописал поэтому mousepad и гадит ставим ребятки дальше также в эту же кучу я упомяну на на почему помню на на потому что я часто работаю на серверах а на серверах очень часто конечно же в большинстве случаев это нормальный сервер там нет никакой графики соответственно никакой гадит и mousepad туда его не поставите поэтому если вы работаете на удаленном сервере не хотите перебрасывать файл или вам это не нужно или вообще нельзя по правилам безопасности да то пожалуйста на 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 замечательный редактор понятно что многие скажут вот там вим и и макс как бы да но кому-то удобнее так кому-то удобнее так говорят что на на это редактор когда вам нужно как бы перемещаться по файлу вим и и макс в какой-то степени это больше редакторы когда вы перемещаете файл вокруг себя ну то есть разные подходы немножко но вот я провожу эту ассоциацию неспроста потому что вот вы когда на листе пишите вы чем двигаете вы двигаете вашей рукой с ручкой или вы двигаете листом но я лично двигаю рукой с ручкой и большинство людей думаю так делают когда пишут потому что это проще привычнее удобней быстрее хотя может быть если научиться двигать листом то будет эффективнее но как бы я так не делаю вот но много очень людей утверждают что это такое многие очень люди утверждают что типа вот им удобнее вим или и макс но окей может быть такое я не против как бы о это что мороженщик так звонит мороженщик можно мне мороженое пожалуйста куда вы уехали блин я честно году это колокол какой-то в школе ладно продолжаем тема текстовых редакторов принципе пока что закончилась я стараюсь вам рассказывать про сок в порядке частоты использования то есть чем я выше его упомянул но с определенными нюансами того что я несколько софтин называю но тем не менее тем я чаще его использую после на но у нас идет telegram до telegram я пользуюсь для общения с заказчиками для общения с друзьями для общения с родственниками родителями всеми в основном почти все у меня в телеграме поэтому telegram идет следующим дальше иногда я делаю всякую работу по графике поэтому будет отдельная категория но здесь я упомяну упомяну в основном пожалуй три главных приложения это inkscape inkscape это векторный редактор аналогичный coral draw в какой-то степени наверно если кто-то еще помнит такой и в общем то он полностью бесплатный и он позволяет рисовать векторную графику поддерживает svg-шные веб-форматы и всяко всякие такие штуки у него есть куча плагинов модулей внешних например поддержка плотеров то есть если вы виниловые стикеры вы вырезаете или еще что-то пожалуйста прямо из inkscape можно выводить на печать и вот расширять его функционал в общем хорошая прога очень модульная очень гибкая и так далее далее крита если вы же где занимаетесь растровой графикой что-то рисуете используйте планшет обрабатываете фото что-то такое ну нужно называть криту да я иногда ее использую если работаю по графике правда не могу сказать что это часто происходит но бывает я делаю например у меня продаются металлические таблички с разными картинами можете посмотреть там в том числе и в крите в том числе и в инкскейпе и в том числе в гимпе обработаны фотки обработаны векторы можете посмотреть по адресу display.com slash sx3 ну гимп я уже назвал гимп естественно это тоже и надо еще упомянуть я все время путаю название этой проги dark table да по моему называется это raw редактор для линукса позволяющий очень гибко редактировать raw формат и не обязательно raw можно конечно же бегами там работать просто будет более менее будет гибко после плоских всяких штук с графикой нужно упомянуть также трехмерную софтину трехмерная софтина это конечно же блендер блендер это супер гибкая штука умеющая делать мультики вы можете сделать в ней игры можете делать в ней анимацию вы можете делать не композинг можете даже что генерировать ландшафт и вообще по сути все что угодно делать модели для 3d печати и так далее и это далеко не все возможности по заниматься параметрическим моделированием разрабатывать всякие штуки типа вот таких вот и так далее блендер очень гибкий инструмент наверное можете не сам корректно поместил на ровно все-таки в конец списка потому что я не так уж прям часто им пользуюсь но бывает и нельзя его не упомянуть потому что это очень классная штука аудосити аудосити когда я пишу подкасты когда я пишу аудио когда мне нужно просто работать с аудио то это конечно же аудосити аудосити естественно не единственный инструмент но честно говоря он простой понятный удобный и там множество фильтров он недавно кстати его купили не заслышали вы об этом или нет в общем аудосити у меня тоже в экзит листе конечно же есть далее по работе докер конечно же я работаю как фрилансер как девопс также я работаю и в моей компании неп и соответственно докер это один из основных моих инструментов когда я работаю с контейнерами здесь как бы не нечего добавлять консольный докер замечательная утилита с уйти не даже не утилита от скорее к система замечательная система в которой вы можете очень сильно автоматизировать диплое любых ваших приложений и сделать это удобно и быстро далее идет хекс чат хекс чат это ирк клиент для общения на различных серверах в том числе на серверах например free ноут ну и на прочих других соответственно если вам нужно поговорить с разработчиками у вас есть путь через их support путь через гитхаб и путь через ирк обычно путь через ирк есть и обычно он один из наиболее быстрых поэтому я наверно предпочитаю хекс чат дальше будет такой бенч утилит я их не буду разделять в как отдельные программы тогда мы выйдем за 20 точно очень сильно поэтому я их все в один бенч из назову значит а и и wk а вы к джеки у греб с саш конечно же html ту текст и мы что pdf а что это за утилиты а вы к джеки и греб это в общем-то парсеры то есть они могут обрабатывать строки искать какие-то переменные джеки у это обработчик для джеки уэри но собственно говоря это для джессон баз данных для обработчик греб поисковик тоже с саш понятно подключение к серверам как бы без него никуда нельзя его не упомянуть далее у нас html ту текст когда и не только что мало текстов че разный конвертер uconf image magic еще кстати забыл упомянуть библиотеке image magic переделка рендеринг изображений добавление текста превращение что мол в текст обработка всяческая в общем вот это все не мечту pdf то же самое у вас есть jpeg хотите сделать pdf q пожалуйста иметь что pdf там png to pdf jpeg to pdf и так далее дальше я назову баш назову баш просто потому что ну знаете баш скрипты это возможность настолько гибко сделать любую логику насколько вообще это наверное возможно это самый гибкий инструмент из всех далее я назову достаточно прикладную пробу balena и чер это проба используемая для разметки флешек то есть когда вы например какой-то дистрибутив хотите хотите дистрибутив какой-то потестить вы ставите более на черт собственно далее идет либро офис это понятно офисный пакет и пользуюсь им конечно дальше почтовики это thunderbird и evolution в основном thunderbird но иногда вот под не могу определить какой мне больше нравится пробую дальше 4 плеера 4 плеера mpv м плеер см плеер и vlc именно в таком порядке почему mpv mpv самый быстрый поддержит больше всего форматов хотя некоторые не в курсе но ребятки пользуйтесь mpv mpv очень хороший плеер затем м плеер м плеер это такой очень лайтовый консольный плеер у него нет никакого интерфейса только hotkey он похож на mpv но еще такой более базовый более быстрый для некоторых случаев очень удобно с м плеер это тот же м плеер с визуальной оболочкой просто оберткой вокруг и ну как бы он просто удобный и также он автоматически некоторые вещи конфигурирует в рамках м плеера что позволяет проще быстрее запускать то что вам нужно что еще еще конечно консольная прога youtube дел не могу не назвать ее потому что очень часто нужно что-то скачать ютюба просто забрать что-то с ютюба музычку видео неважно вот поэтому youtube делаешь полезно virtual box конечно потому что virtual box это прога для того чтобы запускать виртуальные машины в которой вы можете тестировать разные дистрибутивы и как раз перейдем дистрибутивом я назову какие дистрибутивы я использую именно не для работы как повседневно а как бы для того чтобы на основе них делать всякие утилиты и всякие системы основанные на них это два дистрибутива в основном для меня arch и alpine ну еще конечно там можно упомянуть там никс никсу с там и всякие дженту и прочее но вот arch и alpine для меня самый частый arch это когда я сам что-то делал пайн это когда я делаю что-то в контейнерах эти два дистрибутива я их использую как основу для того чтобы создавать какие-то разные интересные проекты так что у нас осталось еще ну еще всякие другие дистрибутивы конечно я использую достаточно часто в своем workflow вот ну и в принципе вот это все это было более чем топ-20 я надеюсь вам было полезно и интересно надеюсь что вы узнали что-то для себя новое надеюсь что не все из этих утилит что я называл вы знаете какие-то из них вы попробуйте впервые встретимся в следующем видео друзья спасибо и пока пока